Доброе всем утро! У меня утро начинается... Ну, не так. Мы уже позавтракали, я вернулась в постель. Да. Анечка нам показывает свою тушь. Да? Мама занимается рукоделием. Слушаю Флориду-Ялту. Тут Кирюшенька. Кирюшенька что-то вчера приболел. Мы привезли с дома... Ой, с дома. Господи. Привезли домой ротовирусную инфекцию. Кирилла вчера тошнила. Ждем. Будем сейчас созваниваться с бабушкой. Пока разговаривали с бабушкой, я уже закончила туркочки. Вот такие они получились. Кирюша разгадывает загадки. Букетики, кстати, отправляются моей зрительнице. Вот, Инессочка, большое спасибо тебе за доверие. Вот, что заказала у меня цветочки. К тому времени, как выйдет в лоб, ты, скорее всего, уже получишь их. Надеюсь, они тебе очень понравятся. Потому что я очень старалась. Маленький подарок из Бельгии, чтобы было приятно. И еще раз благодарю тебя. Доброе утро. Понедельника. Собираю Анечку в садик. Что мне нужно ей положить? Положи, значит, резиновые сапожки, тапочки, панамку, резиновая курточка, резиновые штанишки. Ну и сменку. Тут штанинки, трусики, кофточки. Мало ли, пись яйца обольется. Сейчас это все успокую по сумочкам. Сказали нам уже не приносить памперсы. Я так думаю, что они будут просто ее переодевать в сухое и все. Уже никаких памперсов. Хотя на ночь я и все еще памперсы одеваю. Уже была не одевала. Но как-то, видимо, похолодало. И она начала опять иногда писаться. Иногда сухая, иногда вот бывает. Но ничего. Значит, не пришло еще время для ночи ей. Но днем она сухенькая у меня. Поэтому памперсы нам в садике уже не нужны. Собственно, все я подписала вот здесь ручкой. Везде тапочки подписала. Курточки, все вещи у меня подписаны. Дабы не было путаницы. Потому что я многие вещи покупаю в супермаркете. В Алди или в Лидли. И люди тоже покупают эти вещи. Там, а потом все кофточки на одно лицо. И где чья кофточка, пойди пойми. Уже понедельник подошел к концу. А я все гребусь, гребусь. Столько стирки надо развешать. И все углы начала перебирать. Видимо, у меня какое-то уже осеннее настроение. Я везде все перескладывала. Все перебираю. Что-то выбрасываю. Что-то там куда-то перекладываю. Меняю. В общем, сегодня родительское собрание в школе. По поводу продленки. И начинается оно в 8 часов вечера. Вот Стас ушел в 8 вечера. И это часов до 10 будет длиться. Судя по тому, как любят в школе проводить родительские собрания. Поэтому мы его ждем. Дети у меня здесь. Кто с грушей? Кто с печенькой? Да? А что с камнем случилось? Не волнусь, мальчика. И смотрим мы Гарри Поттера. Угу. Да, видно вам, не видно. Досматриваем. Гарри Поттера. Выявили дети желание пересмотреть. Мы его уже смотрели. Ну, добрая сказка. Почему бы и нет? По крайней мере, первые 3 серии. Дальше, конечно, уже на более взрослый возраст. Я сегодня, ну, кроме того, что там что-то убирала, делала. Параллельно, ну, вы знаете, я люблю делать какой-нибудь отдыхающий процесс. Я думала что-то шить, но единственное, что я сегодня пошила, это опять квадратики, треугольнички свои. Я шью все еще этот одеялко детское. Вернее, я на него шью вот эти вот квадратики, треугольнички, заготовки. Когда у меня есть лишний материал, остатки, да, я вот из них подшиваю. Так вот, у меня накопилось, я там подшила, а затем села и сделала фотокнигу. Я делаю на сайте УДМа. И, да, у меня сегодня весь день ушло на то, чтобы сначала откорректировать все фотографии, потом загрузить их на сайт, на сайте сделать фотокнигу, подобрать фон, обложку, надписи все сделать, наклейки. Ну, в общем, я получила такой кайф от процесса. Вы просто не представляете. Я так давно не занималась фотографией. А это я вот сделала кучу фотографий в нашей поездке. И теперь села и с таким удовольствием сделала эту фотокнигу. Я это дело очень люблю. Вот мои красавцы, мои жойцы любимые. Ну, фотокнига получилась у меня толстенькая такая. Вот, объемная на 34 страницы, по-моему. Нет, на 38 страниц. И вышло мне это все в 50 евро. При этом это будет толстая обложка, твердая. И твердые листы с матовой печатью. Не люблю я глянец как-то вот. Меня больше к матовой печати тянет. Аня мечтает о бабушке. Когда же к ней приедет бабушка, есть у нас хорошая... Бабушка хорошая... Едет бабушка. Едет бабушка. Приедет бабушка к вам. Приедет. А едет бабушка. Приедет обязательно бабушка. В общем, я люблю так. Знаете, как? Решила, села и сделала, не откладывая в долгий ящик. Поэтому я сегодня горжусь. Я молодец. Закончила. Все, что хотела завтра, займусь немецким. Через два дня мне выходить на курсы, и я должна подтянуть все хвосты, которые у меня остались. Снимаю видео, как и обещала, про школьный кулек. Сегодня Стас забрал Кирилла к себе на работу, Аня в садике, и есть возможность быстренько все это заснять, потому как Кирилл 30-го идет в школу, и он уже должен взять с собой этот вот кулек. У нас, естественно, в Украине такого не было никогда, и как бы смысл этого кулька я никогда не знала, что он вообще должен быть. Ну, просто мы тут уже два года, естественно, я видела, как детки идут в школу, и сейчас вот тоже буду собирать ему кулек. Давайте я быстренько покажу, что я туда положу. Большинство из этого вы уже видели, но кто новенький, тот посмотрит. Значит, вот так, как бы так они отсвечивают. Это разные скотчи. Кирилл у меня очень любит все на скотч садить. Я ему купила. Вот такая вот ручка. Это шоколадные шарики. Всякие такие вот значки. Глаз с конфетом. Шоколадные бегемотики. Я брала то, что Кирилл очень любит. Поэтому, ну, как бы смысл этого кулька порадовать ребенка, поздравить с тем, что он идет в школу. Вот такая вот игрушка. Он ему очень нравится, такие вещи. Вот такой вот бутерброд. Это футболка. Вот я иду в первый класс, я первоклассник. Такой вот будильничек ему. Это светоотражающий браслет на руку. Светоотражающие лапки на рюкзачок, на сумку, на все. Вот такая машинка. Здесь пенальчик, ну, такие со школьными принадлежностями, в стиле миньонов. Вот такая полотенечка для ручек. Скорее всего, в школу заберет. Вот такой блокнотик. Тут карандашиком так трешь, и картинка образуется. Вот, и вот такие мини, мини лего, но это не лего, в общем, конструктор такой с циферками. Вот один, два, три, четыре. Еще у меня есть два вот таких пенала, потому что Килл очень любит всякие сокровища такие. Здесь в пенале даже что-то есть. Сейчас с отковым посмотрим. Пенал оказался с секциями. Как у меня в школе был, тоже такой с секциями пенальчик. Классный. Ну, это просто коробочка. Просто красивая коробочка. Теперь я это все попытаюсь сложить в кулек, что влезет. И потом надо будет это все спрятать, чтобы ребенок не видел. Будет ему сюрприз 30-го числа. Естественно, не все у меня поместилось. Большие пеналы я туда не ложила с коробочкой. Но в целом вот так вот это все выглядит. Довольно увесистый такой кулек. Я думаю, придется мне везнести его или папе, потому что Кирюше будет очень тяжело. Но зато потом будет радостно распаковывать это дома. Покажу вам разнообразие этих кульков, которые есть. Вот они разные, видите, там дети держат огромные просто кульки. Я почитала историю кулька. Оказывается, ему уже 150 лет. 150 лет назад начали упаковывать детям такие вот кульки в школу, в первый класс. Обычно туда клали мелкие, грифельные доски, ну, в общем, всякие принадлежности, ну и сладости для ребенка, который идет в первый класс. Ну, возможно, просто раньше не во что было завернуть и заворачивали в такой кулек. Я не знаю, почему именно кулек, но он был гораздо меньших размеров. Сейчас они разрослись, конечно, уже до метровой длины. То есть у этого кулька метр длина, представляете? Вот. И кладут туда то, что ребенок очень хочет. В некоторых садиках клеивают эти кульки сами, детки готовят их. Но большинство все же покупают. Есть вот тканевый, допустим, вот это вот, это тканевый кулечек. На нем иногда там имена пишут деток, именно тоже из ткани. Я видела такие тканевые кульки, которые вот, вот эта ткань, внутрь вставляется как бы картонная, да, когда он нужен, картон. А потом картон вытаскивается, и туда вставляется подушка. И получается такой кулек-подушка, который еще потом служит деткам, ну, таким своеобразным декором. Вот. Мы решили купить просто картонный. И, ну, не знаю, это как бы не совсем еще наша традиция. Ну, и отправлять ребенка без кулька в школу, когда все придут с кульками, ну, тоже как бы не дело. Ну, вот вы посмотрите на этого ребенка, который держит огромный кулек. Вот. Я заполнила тем, что Кирилл его очень любит, да, там всякие лего и все конфеты, которые он любит, там значки, ну, такая мелочуха, которая просто порадует ребенка в первый учебный день. Вот, как я вчера говорила, то Стас вчера был на родительском собрании, там рассказывали про продленку. Ну, про продленку я расскажу в отдельном видео. Сейчас я просто хотела сказать, что нас немножко порадовали, что мы не будем платить за продленку, а будем платить только за еду. 46 евро в месяц. За продленку мы не будем платить, потому как наш второй ребенок ходит в садик, да, тоже, как бы, в городской. И они выбирают ту сумму, которая идет больше. То есть за Аню мы платим в садик больше, и, следовательно, за второго ребенка мы ничего не платим. Ну, платим только за еду. Сейчас я покажу, сколько мы будем платить за Аню. Я закрыла там всю важную информацию. В общем, за Аню в месяц, с 1 августа, мы будем платить 343 евро. И это просто, вы знаете, очень-очень меня огорчает. Ну, ничего не поделаешь. Но это еще не все. Ну, это как бы, да, от трех лет. В общем, 343 евро. Потому как вот с 1 августа Ане за еду еще нужно платить 73 евро. То есть 343 плюс 73 – это 416 евро. И плюс 46, 50, ну, 47 евро, которые мы должны платить за Кирилла. Почти 500 евро. Потому что, почему говорю почти 500? Потому как еще мы будем платить за завтраки Ане. Еще не знаю, за 5 или 7 евро. Да, и плюс Кирюше надо будет завтраки с собой давать в школу. Потому что это, ну, плата за еду только в продленке. А в школе ему надо будет еще что-то на завтрак давать. В общем, 500 евро в месяц мы будем тратить на садик и на школу. Придется очень-очень ужиматься. Как бы мы могли сэкономить? Мы, конечно, могли бы отдать Аню на полдня. Тогда не надо было бы платить за еду. И не надо было бы платить за полный день в садике. Это вышло нам, по-моему, бы в 150 евро. Но дело в том, что если мы сдадим Аню на полдня, тогда на свое образование я могу забить болт. Потому как не на курсы я не буду успевать. Мне надо будет Аню забирать в 12.30. А как бы к этому времени у меня только курсы заканчиваются. То есть мне нужно будет тогда или няню нанимать на час, или как-то договариваться. Ну, как я могу договориться? То есть всех посадят детей кушать, а Аня будет сидеть в сторонке и ждать, пока мама ее заберет. Ну, как-то тоже неправильно. Плюс я хотела бы закончить B1 курсы, пойти на B2 курсы. Плюс у меня сейчас начинается практика по вождению. И в любом случае после курса, возможно, я... Ну, невозможно. Я хочу найти работу, но... Знаете, как это тоже какое время пройдет? Не знаю. Возможно, нужно будет какой-нибудь аутбилдинг. Ну, это образование, да, заканчивать. И переводить ее сейчас на полдня нам нет смысла, да. Вот. Поэтому с этим надо только смириться, посмотреть, где мы можем себя подужать. Вот. И смириться и платить. Вот и все. Потому как, да, 500 евро в месяц — это очень ощутимая сумма для семьи. Но ничего. Главное, что школа хорошая, садик хороший, дети наши очень счастливые, потому что Аня ходит в садик, Аня ходит в садик с удовольствием. Кирилл идет в школу, и у него просто уже... Ну, когда? Ну, когда же я пойду в школу? И вот мне очень ценна такая реакция детей на садик, на школу, на то, что они общаются там. Аня сейчас тарахтит на немецком лучше, чем на русском. Кирилл абсолютно свободно говорит на немецком, что меня очень радует. Мы очень переживали, как же он пойдет в школу, не зная немецкого. Слава Богу, за полтора года он выучил немецкий, и он ему как второй родной, он даже когда сам играет, он очень часто играет на немецком языке. Аня, когда играет с Кириллом, они сейчас, я замечаю, они очень часто переходят на немецкий язык. И между собой разговаривают на немецком, у мамы появится новая проблема, как понять детей. Да, но сейчас не об этом. Сейчас я сяду учить немецкий язык, потому, как я говорила, у меня осталось два дня, и мне нужно подтянуть хвосты. Все, на этом я с вами попрощаюсь, увидимся в новом видео. Я всех вас люблю. Целую, пишите мне комментарии, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.